В этом видео мы поедем на нашем Кейкарыче из Удмуртии в Новосибирск. Нам нужно проехать 2600 километров за три дня. Проехали, выходите в вашу остановку. Все время, всю дорогу. Вчера у нас был ремонт, ремонт, ремонт. И на этот раз время нам не на руку. Ведь каждый день будут меняться часовые пояса на час вперед. Все, мы приехали. Случаи бывают всякие. В пути мы хотим протестировать свою портативную электростанцию. Эту электростанцию Ваня собрал сам. Но сначала ему нужно ее починить. По дороге сюда мы выяснили, что она не работает. Вышел из строя DC-DC преобразователь. Вот заказали в Азоне такой вот преобразователь. Заменим его на нерабочий. И вот как раз проблема. На нерабочий? А, ну да, на рабочий. Идем в машину. Ну, там у нас источник питания, который позволит нам настроить наш преобразователь для зарядки нашей электростанции. Этот источник питания называется прикольный. Вот ремонтировано. Я доволен. Еще и плюсом к тому, что наши любимые родственники нам предоставили вот такой вот блок питания от компьютера Lenovo. Это точно качественный блок питания должен быть. В отличие от того барахла, который у нас раньше был. И у них будут взрываться. На последок ягод повесим с огородом. Ягоды, ягоды. Ешьте, ешьте, ягоды. Наедайте. Вкусно было. В следующий раз тоже в паркушек приедем. Ну вот и пришло время уезжать из Силтов. Пробыли мы здесь почти две недели. Но еще пару ночей проведем возле Ижевска. Вот еще один удмуртский двор. Здесь вообще у них постройки, хозпостройки сразу идут впритык к дому. Тут вот банька. Скоро пойдем туда мыться. И вот здесь вход в дом. Все под одной крышей. Пошли проверять огород. Проверялись. Ну ничего такая. Кисленькая, конечно, маленькая. Ну слушай, ну вид-то неплохой. Вот ты посмотри. Здесь вообще шикарный вид. Вот ты посмотри. Вот этот холм прям очень симпатичный. Тут прям мелкая смородина, почему-то славкая. Ну смородина, это же крыжовник. Да. Такая банька. Маленькая дверь. Печка прям внутри, в парилке. Ну ничего такая банька. Хорошо. Надо будет еще попариться, да? Да. После операции уже прошло почти два месяца. Ну и все это время не парились. Ване тяжело веником махать. И вот мы только второй раз всего лишь паримся за все это время. Непривычно. Отвыкли мы немножко. Я доволен. Пропарился так, как прям я и хотел. Сегодня наступил тот день, когда мы возвращаемся домой. Дорога предстоит длинная. Сегодня проснулись аж в 4 утра. И планируем доехать сегодня до города Камуслово. На этот раз я выбрала немного другой путь, потому что едем от Ижевской и нет особого смысла ехать через Пермь. Поэтому едем через Чайковский и выйдем между Кунгуром и Суксуном. Заодно выясним, в каком состоянии дороги здесь. Находимся на какой-то заправке ВЭИВ. Заправка нам не знакомая. Надеюсь, бензин нормальный. Проехали мимо Чайковского. Ну, да, мимо Чайковского и по водохранилищу Водкинскому. И какой-то запах не очень там хороший был. Что-то как-то даже не совсем мне это дело понравилось. Я не знаю, там, наверное, производство какие-то. Да, мама, мы же только выехали, тебе нормально едется? Да, мне хорошо. Удобно. Уже сильно домой хочешь, наверное, да? Да, домой хочу. Каждую неделю, да, просидели уже? Да. И работать не давали, да? Да. Все кушать заставляли. Все за стол, да за стол. Ну и 2756 год. Интересно, и здесь кофе продают. Проехали километров 300 от Ижевска. Остановились в село Уинское. И, ну, дороги же едем, готовить некогда. Но по забегаловкам неохота ходить. Там, в эти кафешки. Доверия нету. Ну, проверять тоже на собственном опыте неохота. Еще и посуду мыть неохота. Ну, капец, да хоть не кушай. Но выход у нас есть. Это что у нас? Это омлет сублимированный, да? Короче, грубо говоря, доширак. Мы сейчас просто зальем сюда водичку, прям в этот пакет. И с него же и поедим. И с него же и поедим. Вот с таким вот видом. Здесь, кстати, лодка вот такая стоит. Она очень фотогеничная. Мы вообще ни разу не пробовались вот такие сублимированные продукты. А так-то они легенькие. Если сейчас еще и они вкусные, наверное, придется стать фанатами такой еды. Учитывая, что мы любим поездить, походить, побродить, попутешествовать. Здесь написано одна порция из трех яиц. Это прям нормальная порция. Три яиц. Ну да, хорошая. Ну что ж, пришло время проверить электростанцию. Маленько переживаю, как бы в просаг не попасть. Если не будет работать, это будет грустно. Ну, вроде поставил. Чайник ждем, пока скипит. Что это? Идея не выгорела, электростанция не работает. Открываем пакет. Что у нас тут? У нас здесь, собственно, сам сушеный омлет. В вакууме. И соль, перец. Ну, говорю уже, как доширак. Как доширак, да. Мы должны содержимое вот этого пакета пересыпать сюда. Усё, осталось только залить водичкой. Три-пять минут. Засекай. Даже интересно, что получится из этого омлета. Я тут даже и не верю, что залив вот эти вот сухари, получится омлет. Кушать подано. Не, ну там какая-то масса есть. А ну-ка попробуй. Сначала ты. Натуральный омлет. Что, правда, что ли? Ну-ка, срочно дай мне попробовать. И правда, как омлет. Вернее, это же есть омлет, да? Но вкусно. Что, давайте есть. Давай. Самое главное, что не нужно пачкать кучу посуды, потом ее мыть, а она же плохо отмывается, пригорело что-нибудь. Что экономит время. Особенно в дороге, да? Особенно в дороге. Еще у нас есть с собой вот такой морс из черной смородины. Сейчас попробуем. Надо сюда залить просто холодную воду. Да, тут уже все готовая смесь. Как пахнет. Заливаем водичку. Буль, 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 буль. Тщательно перемешайте до полного растворения порошка и сахара. После полного растворения можно наслаждаться морсом. Ну, морсик как будто я сам сюда варенье накидал и размешал. Ничего не сладкий, да, и не кислый. Угу. Ну, и сладкий мы не особо, да? Да. Это нормально. Можно ехать дальше. Что касается дороги от Чайковского до Орды. Здесь она оказалась лучше. Трафик небольшой, ремонтов нет и состояние хорошее. Проехали, выходите в вашу остановку. Ого! Ну что ж, пида, ждем. Пока стоим, ждем, можно и перекусить. Хочу мороженку. Пломбир с ароматом клубника. Мелко, покажи нам это чудо. Сублимированное мороженое. Даже такое тут тоже есть. Оказывается. Я не знаю, что это за куски глины красной. Я надеюсь, это съедобно. А что, легковушки все туда едут? А мы стоим, как дураки. Ну и что скажешь? Есть хоть вкус мороженого? Холодненькое? Нет, оно не холодное. Ну, прям реально мороженое. Да? Ну-ка, дай попробую. Ну, пахнет мороженым. Действительно, оно не холодное. Так интересно, сначала как сухарик какой-то кусаешь, а потом во рту начинает растворяться и натуральный вкус мороженого. Прикольно. Хорошая конфетка. Опять же, ты перекусал, пойдет, да? Окей, пойдет. Вам авария, езжайте в левом ледуре, легковые по обочине пройдут, мы не пролазим. Ладно, спасибо. Похоже, все не пролазят. Ну ладно. Пока здесь постоим мороженое попутное. Похоже, мы здесь надолго стояли, да? Похоже, да. Просто все стоит. И, наверное, очень долго мы будем стоять. Авария сама произошла где-то на отдалении 5 километров примерно от нас, да? И ничего не двигается. Это, конечно, грустно, что так получилось. Никак не объехать. Наконец-то поехали, да? Ты только уже прилегла, хотела вздремнуть. Да, я только начала чуть-чуть где-то засыпать. Я такой, что, все, поехали, что ли? Еще постоим, видимо. Не, ну двигаемся вроде потихоньку. Вот уже время ужина подоспело. Сейчас будем искать место, парковаться и кушать. Будет у нас сегодня на перекус это с жаркой, с говядиной, с картофелем. Прикольные штуки, очень легкие. Надо будет в поход что-нибудь подобное тоже взять. Я прямо оценил. Да и в машине тоже это прикольно. Место, конечно, здесь, ну, не сказать, что прям супер, да? Ну, что сделаешь? Здесь стоянка фур, ну, вот, но ничего лучшего, в принципе, наверное, найти не удастся, да? И, в принципе, ну, не знаю, нам разогреть, залить воду прям туда в пакеты и есть пакеты. Прикольно. Быстренько покушать, поехать. Быстренько поесть, да. Что, горячий пакет? Да. Обожбать? Да. Ну, логично, воздух расширился, да, и она открылась. Короче, этот момент нужно предусматривать. Полей мне это водой. Блин, нормально обожглась. В общем, трясти не надо. А то будет, как у меня. Чем это намазало? Метеорационом. Ожог будет, да, наверное? Ну, не должен, наверное. Ну, может, и будет кто-нибудь. Ну, слушай, ну, мы в первый раз использовали подобные пакеты, поэтому... Сноровочки нету, вот тебе и пожалуйста. Никто не думал, что такое может быть. Ждем 5-8 минут и, в принципе, должно быть готовым. Пока готовится наше блюдо, мы сделаем еще морсик клубничный. И по традиции Ирэн у нас первая пробует это блюдо. Вдруг невкусно. Если невкусно, я не буду есть. Что там у нас получилось? А что ты будешь есть? Что там за масса? Ну-ка, давай. Прям мясо сколько. Что, с мясом даже? Да. Прям натурально, жаркое. Что, вкусно? Хе-хе-хе, я сейчас тоже буду есть тогда. Хм, так тут мясо же, картошечка. Нашколотка. И специи. Прям очень вкусно. Ну, я для себя по-новому открыл вот эти вот блюда. Я даже сомневался, ну, что они нормальные. Да, я вот смотрел так с подозрением. Ну, я приятно удивлен. Очень вкусно. И, наверное, мы будем практиковать дальше теперь. Вкусно. Горячее питание. Мне нравится. Как в ресторане, да? Да. Или как дома? Можно и сказать, и дома. Мама, ты лучше сможешь сделать? Наверное, нет. Ирэн, тебе не кажется ли, что прям большая порция? Ну, кстати, да. 350 грамм. Ничего себе. Ну, для похода, если вот брать в поход или в велопоход, это как раз, ну, что физическая нагрузка порция как раз для похода. Энергия там сгорает, там это надо. А самое главное, да, что легкое с собой взял и все. Да. Клубничный морс. Прям густой такой получился. Здесь главное в составе только клубника и сахар. Мусор нужно обязательно выкинуть. Мы не будем поступать, как вот эти некрасивые люди наделали безобразие. Сами же себе под ноги и нагадили, по сути. Потом приедут в следующий раз, скажут, ой, намусорили. Ну, немножко перекусили, даже не немножко, хорошо поели. И поехали дальше. Цель доехать до города Камышлов. У нас там гостиница забронирована. Поехали? Ё-моё, опять, да, еще длинные, наверное. Да. Ну, когда туда ехали, тоже здесь коробка была примерно в этом месте. Едем, едем никак, доехать не можем. Доехали до Екатеринбурга. Еще нам до Камышлова километров сто. Еще часа два показывает навигатор. Что-то долго сегодня получается. Так вот мы заселились в номер. У нас тут есть довоз, спальная, кроваводь, диванчик, душ, туалет. Тут мини-кухня, все дела, всякие мыльные, рыльные тапочки, куфе, вода. Все есть. Вообще классно. Мы уже второй раз останавливаемся в этой гостинице. Тут недорого, чистенько, уютненько. Нам нравится. На завтрак мы будем есть кашу овсяную с орехами и медом. Естественно, тоже сублимированный продукт. Внутри здесь уже кашка. Ее осталось только залить. Пахнет, конечно. Вот такую вот кашу я бы не стал покупать. Взял бы пяти минутки, которые в магазине и нормально. Но она такая же. Как такая же? Такая же. Попробуй. Ну ничего особенного. Можно любить. Надо попробовать. Мне нравится. Нравится? Мне кажется, что очень. Ну, вообще, в магазине-то, наверное, всякие еще ешки добавлены. Конечно. Ну, вот сейчас распробовал. Вроде ничего там. Орешки чувствуются. Мед. Нормально. Забираешь все слова обратно? Холодильник мы взяли только для ягоды, для черники. Мы вообще-то показывали в прошлом видео, у нас был полный холодильник. Ну да. Обратный путь немножечко отличается. Не только дорогой, пробками, но и наполнением холодильника. Кстати, кто хочет вот такую же сумку, ищите где-нибудь. Здесь могла бы быть ваша рекоменда. Да, да, да. Очень удобная сумка. Мы прям удивлены, насколько она функциональная, да, оказалась. А вы возите с собой аптечку так, на всякий случай или нет? Да. Ну, на всякий случай. Случаи бывают всякие. Да. Конечно, аптечка – это важный элемент любой поездки. В машине столько много кармашечков, да, что все распихаешь. Кажется, как будто ничего и не везешь. Да. А потом, когда надо из машины вытащить, думаешь, да е-мое, сколько мне места. Нет, это вытаскиваешь, вытаскиваешь так вот из-под полов, да. Да, да. Конечно, в такую погоду не так комфортно ехать, да. Глаза закрываются, вот это вот все. Они без этого закрывают. Да, рано встали. Все время, всю дорогу. Вчера у нас были ремонты, ремонты, ремонты. Ну, мы бы намного быстрее бы ехали, если бы не ели. А без ремонтов дорог не будет. Вот хорошая, качественная дорога. Ну, там вот потом доделают, и здесь, наверное, хорошая, качественная дорога. Погода вот такая вот безобразная, морозь, вот это вот нависающиеся кучи. Хочется горяченького кофе или чая попить. Есть вот такой вот выход. Это у нас вишня. Прикуску вместо конфеток будет полезнее, да? Да. Ну, и хочется и чего-нибудь такого мороженого, эдакого, да. Есть мороженое с брикетами. Вот тоже сублимированное. И такое мороженое в самый раз есть вместе с горячим кофе. Вот такая хрустящая, ай, пищенькая. Ее идеально добавить куда-нибудь в пирог. Я как раз хотела сделать при соварке, но не судьба, видимо. Поленилась. Не поленилась. А электростанции не работают? Да. Вместо конфеток прям вообще прикольно. Я обычно конфеты, ну, так себе могу там одну-две съесть. А вот такие вот сушеные ягодки я люблю. Интересно. Просто взяли, высушили мороженку. Натуральная мороженка. Только сухая. Ну, мне так-то тоже надо попробовать. Не увлекайся сильно. Дай пробу сниму. Возьми свою. Я хочу эту откусить. Прям вообще прикольно. Вот ты подразнится, конечно, мастер. Только на улице есть, а то она крошится. Пломбир натуральный. Прям пахнет вкусно. Это что за чудо расчудесное? Слушай, а дома ведь в сушильной машине такого не сделаешь? Нет. Просто мороженое с собой закинул, захотел мороженого в любой момент, да? Хоть на улице минус 30, хоть плюс 30. Вкусно пойдет. Да, и без холодильника можно такую возить. Да-да, ты же с коферечком хотел. Я аж забыл, что я так хотел. Ну ладно. Что-то я у тебя мороженки прям много украл. Достану-ка я свою. Эй, ешь теперь давай сам это. А ты новую достанешь. А я новую буду есть. Ну ладно. Ну вот я, честно говоря, сейчас ходил на заправку, смотрел на мороженку. Я теперь не хочу, я поел мороженое. Чего? На вид настоящий, как будто вот такой вот, только холодильника вытащили. В общем-то, проехав с Новосибирска до Удмуртии, мы поездили по разным дорогам, и сложилось у нас какое-то мнение. Дороги везде примерно одинаковые, то есть не очень хорошего качества. Но, что характерно, если прям конкретно уж сравнивать, то в районе Екатеринбурга получше, да? Ну да, Екатеринбург, Тюмень получше. Ну там, конечно, сейчас много стройки, ремонта. За счет этого мы ехали долго в некоторых местах. А еще нас очень сильно порадовал автобан, почему же у нас от Новосибирска он не начинается. Ну ничего не мешает, да? Всего лишь надо много денег влить. Да, вот дорога Омск-Новосибирск, это вообще, мне кажется, вот на всем протяжении это самый тяжелый участок. Весь этот участок, одна полоса в одну сторону, одна полоса в другую сторону, и очень много фур. А еще не так давно они сделали ограничения для грузовых автомобилей 60 км в час, и все. И они вот так вот кучкуются, пачкуются, и вообще ехать невозможно стало по этой дороге. Намного дольше получается. Ну да, тащиться приходится. Да. Не всегда есть возможность быстренько обогнать. Да. Она и до этого была тяжелая, а сейчас еще и тяжелее стало. Ну и по состоянию дорог, на мой взгляд, да, они примерно одинаковые, плюс-минус. Просто, ну, многие пишут, что в Удмуртии хуже всего дороги. Вот не один комментарий такой получили. Я думаю, что это, ну, просто так воспринимается Удмуртия маленькая. Если взять, ну, основные дороги, которые ведут к федеральным трассам, они асфальтированные. Ну, да, они где-то там такие волнистые, да, можно сказать. Но у нас и Омск, Новосибирск тоже, ну, такая же дорога. Ну, просто они пошире, да. Ну да, стоит только влево-вправо, и все, дорога исчезла. Да, и то же самое и здесь, Омск, Новосибирск. Съезжаешь с федеральной трассы, и все, и там дорога заканчивается. Самые плохие дороги, это в самом городе Новосибирск. Во всех остальных городах дороги почему-то лучше. Ну, вот это мое замечание. Да, кстати, если рассматривать города, да. А вообще, Тюмень, так смотришь город, как город. Ничего особенного. Движняк. Движняк, запад на улице сейчас. Как вкусно пахнет городом. Там вот эти вот газики отомобильные. Заехали в лесочек небольшой, тут свороток есть. И мое любимое, будем есть. Сегодня Ира обещала суп. И что за суп ты мне сегодня приготовишь? Крем-борщ с мясом. Борщ? Борщ. Ты же любишь борщ? Конечно. Вот тебе борщ. Где? И борщ тоже могут делать. Да, смотри. Ну, пока на борщ не шибко похоже. Пахнет вкусно. Да? Ну что, повар, получился у тебя борщ или нет? Угу. Что, прям реально вкус борща? Да. Вот такая масса кашеобразная. Типа как крем, да? И капусточка, и свекла чувствуется. Ну, ничего, пойдет. Ну вот, в этой поездке мы выяснили, что существует не только доширак, который позволяет быстро поесть. Такие вот продукты тоже есть. Это намного лучше дошика. Прошлую поездку, вот в 21-м году, когда мы ездили в Удмуртию, собирались готовить сами, но, естественно, времени не хватало готовить. Мы на ходу просто ели перекусы какие-то, бутерброды, а уже вечером, когда мы останавливались ночевать, мы уже ужинали нормально. Ну, и, соответственно, завтракали нормально, обедали. А весь день обходились в основном перекусами. И поэтому в этой поездке мы хотели вот опробовать электростанцию, чтобы вот готовить прям на ходу, можно сказать, да, либо быстро приготовить, там остановиться на заправке. Это подлюка. Взяла, поломалась. Еще даже мы выехали, и даже попользоваться ей не получилось, потому что она подлюка, по-другому ее не назовешь. Но ничего страшного, у меня руки до нее дойдут, я ее сделаю. Остановились мы на заправке. Ира маленько притомилась, и вот решила маленько поспать. Ну, пускай поспит минут 20. Дальше поедем уже. Уже будет веселая, довольная. А то рано проснулись. Выспалась? Да. У нас сиденья тут вровень, как диванчик. Я вот так вот их сдвинула вместе и легал поспала. Вот в Кейкаре можно даже поспать поперек. А все говорят, Кейкаре маленький автомобиль, маленький автомобиль. Все нормально тут в Кейкаре. Полевая кухня. Да. Сейчас кофе буду делать. Готовый вкусный кофе в полевых условиях. Да попробуйте еще найти такой кофе. А мы нашли. По времени еще осталось минуткой, и это блюдо будет готово. Что у нас сегодня на ужин? Сегодня у нас паста баллоньезе. Я готов дегустировать. Конечно, есть небольшой минус заваривания в пакетах. Они горячие. И так держать горячевато. Но это не страшно. Здесь прям макароны, фарш, морковочка, зелень какая-то имеется. Ну, я думаю, я сейчас наемся. Даже объемся. Вкусно. Часовые пояса такая интересная штука, что мы когда ехали в Удмуртию, нам, можно сказать, время помогало. То есть мы ехали, уже смотришь на часах по Новосибирскому 10, а там у нас еще 8. Прикольно. Да. Ну, назад, кстати говоря, это все нивелировалось, потому что там, ну, наоборот, все было. Да. Время не помогало уже. После Удмуртийских видов, это прямо очень ровно здесь все. Прямо даже сказал, мне интересно. Это Омская область, практически возле Омска. Все. Маму забрала моя сестра, и они поехали в дерево. Да, наше путешествие еще не закончилось. Нас ждут. Удичайственники, приехали. Деван, пить. Все, ну, приехали. Мы добрались сегодня до Татарска. Приехали к моим родителям. От тебя так пар идет. Ну так с бани же, с бани. Конечно, пар будет идти. Вот. Оп. Пошли. Ой, хорошая вода. Ой, ой, ой. Ой, ой, как замечательно. У-у-у. Кресли. У-у-у. Ха-ха-ха. Оп. Оп. Ну, на самом деле, это приятное завершение сегодняшнего тяжелого дня все-таки. Почти тысячу километров проехали. Это вообще не шутка так-то. Да, ехали где-то мы примерно 15 часов. Да, из этих 15 часов Ира вздремнула 20 минут. И ей того заряда хватило на очень долго. Ну, она же у нас водитель. Я ленивый. Ну, даже не верится. Мы вчера были в Екатеринбурге, а позавчера в Дмуртии. Кого? Какой вчера, сегодня? Нифига себе. Ну, возле Екатеринбурга мы были сегодня, а вчера в Дмуртии. Классно, классно, классно. Понравилось. Красиво было. Дорога красивая вообще на самом деле. Ну, и, конечно, планировали приехать в Ване в деревню, довезти туда маму, но из-за работы Ване нужно срочно там, срочно возвращаться в Новосибирск. Вот. Поэтому мы решили маму передать на трассе. Сказали, вода теплая, но что-то она не сутка теплая. Назубами топить тогда, чтобы купаться. Ну, пока сидим, работаем и покупаешься. Доработал, сели и поехали. Вот так вот. И сегодня день какой-то такой, целый день марево какой-то, все серое. Прямо ж неприятно. Надеюсь, дорога будет легкой. И, конечно же, нас спросят, а что это у вас за чудо-еда такая? А у нас вот такая еда, которая производит компания Здоровая Еда. Эта компания специализируется на сублимированных продуктах. Она производит именно еду для туристов и для того, чтобы можно было ее использовать в полевых условиях. Например, что у нас тут есть? Каша гречневая с говядиной. Просто залей кипяток в пакет. Мы использовали разное питание. И завтраки, и обеды, и ужины. То есть это и первое, и второе. В качестве перекуса мы использовали сушеную ягоду и мороженое. Когда мы собирались ехать в Удмуртию, я готовила заранее блюда и упаковывала их вакуумным упаковщиком. Способ хороший, но нужно с собой брать холодильник, чтобы еда не портилась. А такие сублимированные блюда могут храниться долго, и что существенно освобождает пространство в машине. Вот, посмотрите, холодильник у нас занимает, можно сказать, целое пассажирское сиденье. Также, если вы соберетесь в горный поход, то в рюкзаке это занимает мало места, мало весит, очень удобно. Мы, когда поедем в поход, обязательно будем использовать такую еду. Каждый сможет подобрать для себя полноценный рацион питания и наслаждаться вкусной едой в любых условиях. Ссылки на магазины «Здоровая еда» я оставила в описании. Я сегодня приготовила гуляш с картофелем. Или гречневую кашу приготовила? Вообще, у меня выбор большой. И гречневая каша, и гуляш с картофелем. Ладно, давай первый вариант. Наготовила-то, наготовила? Хозяюшка! Ирэн маленько намусорила. Что это за желтый порошочек? Скажи мне. Скажи мне, что это? Я просыпала картошку. Это моя еда или твоя еда? Моя, мне же меньше надо. Я же маленькая. Согласись, хорошо, да, иметь пылесос в машине? Вообще, пылесос в путешествии это прям нужная вещь. Вообще, в этом путешествии предполагалось, что мы будем готовить в машине, ну, практически не выходя, и готовить через нашу автономную электростанцию, которую я собрал и всем похвастался, что она крутая. Но, к сожалению, я ее сломал. Мы ей даже попользоваться нормально не смогли. А знаешь, почему это произошло? Потому что ты меня не убедила, что надо купить готовую. Представляете, что он говорит? Он очень долго меня убеждал, что нужно сделать, собрать электростанцию. Я ему говорю, зачем оно тебе надо? Это будет колхоз колхозанский. Ты будешь долго попариться, собирать, это все закупать. Проще всего, купим готовую, и все. Он говорит, нет, мне интересно, я хочу собрать. Ну, хорошо, ладно. Я говорю, сделай так, чтобы это было красиво. Он говорит, ладно, я все сделаю, все будет по красоте. Я думаю, не надо ничего объяснять, да? Неизменно вкусно. Так носом много. Еще несомненный плюс такой еды, весь мусор, который остается после обеда, занимает вот такой маленький пакетик, который легко просто сжечь в костре. Вот так вот останавливаешься на перекрестках, все загажено вокруг. Просто все. Даже вот, пожалуйста, валяется сковородка, газовый баллон. Люди, серьезно, вы едете на машине, и вам оно мешает? Выкиньте в мусорку. Общее впечатление о поездке нам понравилось. Вообще, мы любим так много ездить. прямо отправляться в такое автопутешествие. Едешь, кайфуешь, получаешь удовольствие от дороги. Я вот вообще люблю ездить за рулем. Мне одно удовольствие ехать, особенно на этой машине. Ну, если честно, я особо и не против. В чем плюс вообще поездки в автомобиле? То, что ты едешь, все меняется вокруг. Ты можешь в любой момент остановиться и, ну, полюбоваться то, что там есть, да? Да, только мы обычно так не делаем. Мы почему-то гоним обычно. Ну, нам надо быстрее преодолеть. Конечно. За эту поездку мы накатали практически 6 тысяч километров и потратили на бензин около 17 тысяч рублей. Мы были приятно удивлены этой сумме. Это оказалось меньше, чем мы тратили на такую же поездку в Удмуртию в 21-м году. Тогда мы на фунтике потратили 20 тысяч и бензин был дешевле. То есть, сейчас бы в той машине мы потратили значительно больше. Но раза в два. Мы считали, что у нас раза в два меньше выходит. То есть, мы потратили бы не 17, а 34. Ну, это уже чувствуется. Ощутимо. Прямо ощутимо, да. В этой поездке мы опробовали разные способы питания. Ну, два, да, способа питания в основном. Три. Три? Да. Забегаловку мы тоже забегали. Забегали. Да. Когда мы ехали в Удмуртию, я готовила заранее еду, упаковывала в вакуумном упаковке. В принципе, это удобно. Основная проблема в чем? В том, что ты должна потратить время перед поездкой, чтобы заготовить. А не всегда оно есть. да, да, я прямо потратила целый день, чтобы на троих, вот на три дня приготовить еды. Ну, второй способ, это понятно, во всякие кафешки заходить. Мы заходили всего лишь один раз, просто мы не смогли найти нормальное место, потому что много летало всяких паутов, они нападали на нас. Ну, и мы решили уже зайти, посмотрели, что возле кафешки много стояло фур, и мы подумали, что там должно быть все нормально. Ну, да, если много фур, все едят, значит, все хорошо. Ну, в принципе, действительно так и было. Да, когда мы ездили в первый раз в Удмуртию, мы вот, нет, во второй раз мы заезжали в какую-то кафешку, не очень было, да? Ну, да, там рыгаловка, это было. Там и фур не было. В общем, не угадаешь с кафешками, поэтому мы всегда стараемся как-то в такие поездки брать с собой еду и как-то готовить сами. Ну, да, там доширак, кипятком залить. Хотя бы, потому что, ну, правда, можно нарваться на что-нибудь. Ну, да. Третий способ, как раз в этой поездке мы опробовали сублимированную еду. Это вообще что-то фантастическое. Вкусно, еда такая интересная, сам ты ее в дороге такой не приготовишь или где-нибудь в походе. там максимум на чем можешь рассчитывать это гречка. Ну, да. Гречка, рис. Ну, гречка, рис. А тут, пожалуйста, тебе. Хочешь супец, хочешь кашка, выбирай, не хочу. Да, причем там вообще можно выбрать изысканные блюда. Даже мороженка. Сублимированное мороженка. Это вообще что-то с чем-то. Что это вообще? Как? Как можно было высушить мороженку? Ну, прикольно. Очень удобно. Посуда не пачкается, просто водичку разогрел, все, не надо ничего мыть. В пакетик маленький мусор сложил и повез с собой. Либо, ну, мусорку выкинул. Чтобы вот так кататься по России, не все, конечно, предусмотрено. Нет нормальных стоянок. Если есть какие-то стоянки для фур, то они, ну, они очень замусорены. Я не знаю, и даже, наверное, не стоит говорить, что помимо мусора там. Я думаю, все и так понимают, что там творится на таких стоянках. Ну, на них даже просто неприятно, некомфортно находиться. Вот. Поэтому мы и собрали такую вот электростанцию, чтобы можно было остановиться даже просто на заправке и приготовить себе еду. Потому что на заправке хотя бы, ну, более-менее нормально можно остановиться. Ну, газовую горелку уже на заправке нельзя разжигать. Ну, а электростанцию можно подключить. Разжигать. Разжигать. Ну, это к чему вообще? К какому выводу вообще мы пришли? Что нужно? В России не хватает инфраструктуры для автотуризма. Да. То есть, вот ты вот сел, поехал, едешь, и вот тебе, пожалуйста, кемпинг для автомобилистов. Хочешь палатку ставь там с красивым видом, хочешь отельчик снимай. Ну, отельчики есть, но тоже, да, в основном забегаловки такие. Ужас, короче, ужас. Ну, с палаткой идея мне нравится, было бы прикольно. Было бы вообще прикольно, да, что на протяжении трасс стояли бы какие-то вот такие кемпинги, где можно остановиться в палатке, потому что людей все равно на машинах очень много путешествуют, и они в машинах как-то перебиваются, да, чтобы поставить палатку, надо прям куда-то далеко отъехать, чтобы не прям возле дороги стоять. Ну, кто-то смотришь и вот останавливаются, просто съехали там в околок какой-то и поставили палатку. Ну, в общем, надо развивать автотуризм в России. Спасибо, что посмотрели это видео, мы были рады поделиться своим этим путешествием, показать, как можно путешествовать на Кейкаре, еще и втроем. И это вполне возможно. Мы рады, что вы были с нами в этом видео, увидимся в следующем. Я заговариваю. Вам понятно? Все понятно. Все, давай. Ты все время так голову трешь. Так лучше думается. Конечно, втираю мысль. Я не ем конфеты. Я так посмотреть только. Лучше тебе плохо. Хе-хе-хе-хе. так хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе.